Здравствуйте! Это программа «Интересно» в студии Мария Давыдова. В России продолжают выбирать лидеров страны. Самые активные участники регионального этапа конкурса «Лидеры России» готовятся представить свои идеи. В нашей области есть те, кто уже участвовал в проекте и даже стал победителем. У нас в гостях Ярослав Паршин, один из лучших в треке студента. Ярослав, здравствуйте! Здравствуйте! Ярослав, расскажите, а в чем суть была проекта, чтобы мы понимали, чем там занимались, для чего он был создан, лидеры России? Ну, давайте скажем так. Он не был, он есть, и я надеюсь, он еще будет. Это проект «России. Страны возможностей», хотя, в принципе, конкурс «Лидеры России» был чуть раньше, чем появилась «Россия. Страна возможностей». И сейчас они все вместе слились и стал флагманским проектом. Именно оно «Россия. Страна возможностей». В чем его суть? Это поиск лучших кадров для того, чтобы наводнить высококвалифицированными, интересными, неравнодушными людьми сферы управления нашего государства. Потому что у нас сейчас есть ориентир на привлечение к управлению государством именно тех людей, которые реально понимают, у которых реально есть компетенции, которые реально видят, в чем боль людей и пытаются этим людям помочь. Вот, в принципе, на это и направлен конкурс. Создать кадровый резерв и переориентировать вообще всю политику государства в соответствии с нашей Конституцией именно на человека. Многие видели, есть множество проектов лидеров России, например, лидеры-доноры, которые как раз просто общественным проектом без вообще государственной поддержки собирают донорский материал, а именно костный мозг со всех остальных. И я тоже состою в лидерах-донорах, и если мне может прийти звонок, и я там через несколько часов пойду сдавать клетки костного мозга, помощь детям. А расскажите, как вам пришла идея участвовать в проекте, вот когда вы впервые о нем услышали? Впервые о нем услышал в 2020 году, но в тот момент у меня не было тех компетенций, которые хотелось бы представить на этом конкурсе. Я участвовал в конкурсе, я профессионал был победителем, было в других конкурсах России стороны возможности, форумной кампании, но всегда вот конкурс лидера России, так как он флагманский, первый, он всегда привлекал. И привлекал не тем, что какие там награды, там ты сможешь получить миллион рублей, нет, он привлекал другим вопросом. А смогу ли я? А действительно у меня хорошо развиты компетенции? Действительно могу я чем-то помочь своей стране, людям, которые вокруг меня? И это сподвигло меня участвовать в этом конкурсе. Ну а в чем заключалось вот участие в конкурсе лично для вас? Расскажите об этом. Для меня заключалось это контрольное тестирование, которое и сейчас все проходят. Правда, было контрольное тестирование без русского языка, именно без диктанта. Было также, кроме контрольного тестирования, был большой трек, где мы собирались очно со всей страны, со всех уголков. И был такой проектный кейс, чемпионат, который оценивался экспертами. То есть в каждой группе прикреплялся эксперт, и он оценивал поведение участников во время этого этапа конкурса. И по итогам этого этапа на третий день я оказался в числе победителей этого конкурса. Расскажите ваши эмоции в этот момент, когда вы узнали, что вы стали одним из победителей. Все-таки там очень, ну колоссальное количество участников. Вы один из лучших. Ваши эмоции? Мое сначала неверие, что все-таки удалось пройти. Потом, конечно, радость. А потом, буквально через несколько дней, я осознал, что это не только радость, но это еще ответственность. И очень большая ответственность. Потому что я, как один из победителей конкурса лидеров России, а у нас есть еще один победитель конкурса, Михаил Осинцев, я представляю и являюсь, в общем-то, амбассадором этого конкурса в Калужской области. И это большая ответственность рассказать, показать, направить людей, чтобы они тоже себя попробовали. И, может быть, действительно, есть среди них те люди, которые тоже могут что-то привнести людям, дать какую-то экспертную оценку, либо сделать такие интересные проекты, которые смогут помочь им самим, людям вокруг области нашей и, возможно, всей России. Потому что все начинается с инициативы одного человека. Как вы считаете, благодаря чему вам удалось победить? Вы сказали, что изначально вы подумали, что вам не хватает каких-то компетенций. В итоге сейчас вы можете проанализировать, благодаря чему вы стали одним из лучших? Это сложный вопрос, благодаря чему кто-то очень сильно готовился именно к самим тестам, кто-то готовился к вот этому экспертному кейсу. И я, честно скажу, я к этому не готовился. Я работал, просто работал над собой, читал много книг и, конечно, общался со своими наставниками. А наставники у меня были на моей работе. Это учителя школы. Вот моя родная мединская школа, в которой я работал в тот момент. И те люди, которые меня окружали, это были самыми, наверное, моими главными наставниками. Вот именно в такой профессиональной среде. Семья, семья тоже, тоже наставничество. И вот, в принципе, вот это вот наставничество, которое идет через многих-многих людей, я думаю, это то, что помогает победить. Ну, и, конечно же, начитанность. Ну, можно сказать, что вы тоже сейчас являетесь наставником для тех участников, которые в данный момент проходят этот конкурс. Вы, как наставник, какой бы совет им дали? Не отбрасывать идеи. То есть вот мозговой штурм проводить по технологии мозговой штурма, не отбрасывая идеи. И если у вас идеи, которые вроде нравятся, но, да нет, это невозможно. Цепляетесь за эту идею, это возможно. Если она пришла к вам на ум, она возможна. И это как раз, вот, уже отталкиваясь от этой идеи, действительно, можно сделать потрясающий проект. Я не знаю, какой сейчас проект готовят для представления команды. У нас несколько команд Калужской области. И надеюсь, что они нас очень приятно удивят прекраснейшими проектами. Насколько я знаю, вы совмещаете множество сфер деятельности. Расскажите, как вы все успеваете и над чем сейчас работаете? Ну, сейчас основная моя работа. Я являюсь сотрудником Федерального технопарка профессионального образования в городе Калуга. Это огромный проект первого в России технопарка профобразования, который реализуется совместно Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Калужской области. Это место, которое наполнено самым высокотехнологичным оборудованием – 30 лабораторий. И при этом оно направлено на обучение педагогов для среднепрофессионального образования, для поднятия уровня колледжей на очень большую высоту, чтобы те ребята, которые выходили из колледжей, их потом на предприятии не переучивали. Они прямо сразу же выходили и их брали с руками и ногами. И именно на это направлен наш первый в Калуге технопарк профобразование. Также я совмещаю с преподаванием в Калужском государственном университете. Есть еще несколько проектов, в которых я задействован. Это молодежное правительство Калужской области, это территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Ну и такие вот иногда приходится в некоторые проекты тоже входить, как, например, буквально в июле месяце меня от федерального технопарка пригласили на проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023», где мы проектировали научно-производственный центр для беспилотной авиации, и проектировали вообще программу развития беспилотной авиации у нас в Калужской области, чтобы вот эта отрасль развивалась по всей стране. Нас приезжал поддержать губернатор Владислав Валерьевич на этот архипелаг, и мы совместно с Дмитрием Олеговичем Разумовским, такой большой дружной командой сначала спроектировали, и потом защитили перед высоким руководством. Вся Ваша деятельность, что Вы рассказываете, наиболее плотно, наверное, связана со сферой образования в разных его проявлениях. Расскажите, как Вы считаете, какие основные моменты в образовании сейчас нужно решить, чтобы, может быть, вывести его на какой-то другой уровень? Вот с Вашей точки зрения. Государство очень много делает для реформирования образования, очень много делает для того, чтобы образование стало более доступным, чтобы оно было более понятным для каждого из детей, для того, чтобы оно было понятно родителям. Но мне кажется, вот это чисто мое мнение, первое, что необходимо делать, это налаживать коммуникацию между образованием и родителями, делать просвещение родителей, делать просвещение педагогов, переобучать, делать дополнительную квалификацию, и, конечно, уважать своих педагогов, наставников. При этом и учителям нужно отменяться. На сегодняшний день знания можно, информацию сами. Можно достать везде. У нас есть интернет, у нас есть книги, хотя ими уже практически никто не пользуется, у нас есть YouTube, у нас есть телепередачи. Информацию можно достать. Но усвоить информацию так, как наиболее эффективно, наиболее правильно подобрать ту информацию, которая нужна именно конкретному ребенку в конкретном возрасте и не только доступна для него, но еще психологически безопасна, вот это на сегодняшний день задача педагога. быть не тем, кто ведет вот за собой, продираясь сквозь пелену незнания, а тем, кто идет вместе с учеником, вместе с его родителем и помогает расти, развиваться новому поколению, новому такому человечеству. И это на сегодняшний день такая глобальная цель педагога. Это вырастить новое поколение, которое будет развито, у которого будет критическое мышление, системное мышление, которое сможет поднять экономику, науку, искусство, культуру. Вот все вокруг на совершенно новый уровень. Хорошо. Спасибо вам большое. Успехов вам в вашей работе. Спасибо, что пришли. Вам большое спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok